Замкнутая экосистема Привет. С вами корней. Это моя замкнутая экосистема. Больших изменений не произошло. Я делаю это видео только потому, что многие просят эту экосистему. Многие интересуются тем, что здесь происходит. Больших изменений не произошло. Но кое-какие изменения есть. Зелёной массы стало немного больше. Но не намного. Следует отметить, что это состояние уже достаточно долгое и стабильное. По сравнению с прошлым видео, рост произошёл. Но теперь он остановился. Достаточно давно. Растения чувствуют, что они находятся в замкнутом пространстве. И сами ограничивают свой собственный рост. Здесь достаточно много сухих мёртвых листьев. Почему их так много? Потому что здесь нет насекомых, которые бы их поедали. Здесь живёт земляной червь. Но он поедает отмершие части растений только в земле. Он не поднимается вверх. Возможно, кому-то может показаться, что это грязь. Это мох. И он совершенно видоизменился. Когда я его высаживал, он больше напоминал очень маленькую травку. Но теперь это больше похоже на зелёную плесень. То есть, каким-то образом он приспособился к этой среде. Очевидно, ему так удобнее. Вы видите здесь также воздушные корни. Их достаточно много в разных местах. Вот, кстати, достаточно большой воздушный корень. Ни мимоза, ни фикус бенджамина. А именно эти растения растут в этой банке. Воздушных корней в природе не образуют. Но вот, чем и отличается жизнь от чего-то механического. Ну, от роботов, допустим. То есть, нет однозначной какой-то программы. Жизнь всегда гибкая. И в каких-то новых условиях она действительно может решать задачи совершенно необычным образом. Этим мы отличаемся от компьютеров и тому подобного. Вы видите здесь такой полупрозрачный лист. Это отмирающий лист фикуса бенджамина. У меня был аквариум. Я знаю, что некоторые аквариумные растения, не все, некоторые, теряют листья именно подобным образом. То есть, они у них не желтеют, а вот именно становятся полупрозрачными и как бы постепенно растворяются. Естественно, у фикуса бенджамина в природе листья отмирают привычным для нас образом. Они желтеют и опадают. Но вот в этой иной среде, даже отмирание листьев происходит совершенно иначе. Причём это не какой-то такой железный закон. Если мы посмотрим на то, как отмирают листья у мимозы. А вот это сухой листик мимозы. Мы увидим, что они отмирают совершенно обычным образом. Просто желтеют и вянут. Как я уже сказал, мой червь здесь жив. Если вы помните, я разрезал его пополам. Хотел проверить теорию, выживут ли обе части. Выжила только голова. Он до сих пор здесь. Время от времени он появляется. Но, к сожалению, очень редко. Хотелось бы, чтобы было чаще. Потому что он какое-то движение, какую-то жизнь в это привносит. Но часто появляться он не собирается. И поэтому у меня родился план создать новую экосистему. Где жизнь будет всё-таки более подвижной, более явной. Я хочу посадить в новой экосистеме растения, на котором будут жить тли. А также поместить в эту экосистему муравьёв. Как известно, тли для муравьёв, это примерно то же самое, как коровы для людей. Муравьи питаются выделениями тлей. И в крайнем случае, они могут питаться естественно и самими тлями. Таким образом, растения будут получать энергию от света. Тли от растения. А муравьи от тлей. То есть получится сложная экосистема, за которой наблюдать будет намного интереснее. Но конечно, муравьи без царицы долго не проживут. Рано или поздно они умрут от старости. Потому что сами они не размножаются. Размножаются только царица. Но царицу в муравейнике найти практически невозможно. То есть она всегда достаточно надёжно спрятана. Однако все мы знаем, что летом несколько раз начинается полёт крылатых муравьёв. А это и есть царица. И если муравьи не имеет собственной царицы, то очень часто муравьи принимают чужую. Именно это я и хочу попробовать сделать. Если мои муравьи примут эту царицу, то тогда экосистема станет ещё интереснее. То есть здесь появятся муравьиные яйца, личинки, куколки. То есть жизнь будет более полноценной и разнообразной. И будет за этим интересно наблюдать. Это пока планы. Посмотрим получится или нет. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. С вами был корней. Пока.